24 февраля 2022 года жизнь миллионов людей разделилась на до войны, во время войны и после войны. Вообще удивительная дата, когда всё рухнуло для миллионов людей, просто рухнуло, улетело в тартарары. Вы помните свои ощущения, личные свои ощущения, вот где вы были и что вы почувствовали на рассвете, когда вы знали, что началась война? Большая война. Большая война пришла, это страшное ожидание, то есть я специально ставлю себя сейчас как бы в неудобное на острие чего-то, то есть, конечно, все надеялись и молились Богу, что оно не, что этого не будет. Что пронесло. Да, но когда это произошло, как бы вот, вот когда ты пережил эти первые секунды, вот, о, я эти секунды пережил. Где вы были в этот момент? Это хороший, хороший вопрос и хороший рассказ. Значит, я, вернувшись из России за несколько дней, мы отвалили Стасенькой с нашей дочкой в несколько дней, как он называется, Даллас. Там надо ей было, ей надо было там получить паспорт, потому что быстро документ сам получить нельзя было после ковида. А мы уезжали за границу Соединенных Штатов, и отпуск мы провели на Ямайке. И эта новость поразила нас там. Значит, нашим каким-то там, то ли совсем поздним вечером, какой-то ночью, сейчас просто не вспомню, мы созваниваемся с Илюхой. Илюхой, который тогда находился в Москве, это наш сын, вот, ну и, конечно, тот 600, 800, 500, 30, 200 миллионов этажный мат, который царил у нас на этом, там, на чем мы созванивались на этом, ватсапе, фигапе или так далее, вот. Вот, потом там первые какие-то вот эти, наверное, истерические звонки, которые, ну, все, наверное, у кого хотя бы какие-то связи с Украиной делали. Это был звонок, один из первых нашему промоутеру, с которым мы не сделали ни одного концерта, но все равно мы друзья и партнеры. Максу, Максиму Лиховецкому, вот, туда, к вам, в Украину. Мы, 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 ребята, вы хоть знайте, что мы не, мы, 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 мы эти самые россияне, мы, мы не такие, мы не такие. Вот это первая реакция, первая эмоция. Я думаю, что это все, что я вам сейчас говорю, и это хорошо. Так, это, наверное, идет прямо по кальке. Кто вам этого не сказал, кто вам этого не написал, от кого вы этого не слышали, но это на самом деле нормально. Вот, этот жуткий мат, вот, ну, потом какие-то такие странные мысли о собственной безопасности, не начнут ли эти черти там вообще сейчас, не развалится ли земной шарик в принципе, вот. Но это не было главной мыслью. Это так вам, я вам разукрасить, что называется, спектр. Вот, ну и потом, буквально там через пару дней, конечно, пришедшая в голову мысль о том, что, собственно, надо брать в руки инструмент. Я имею, под инструментом я имею в виду не только музыкальный инструмент, а свою профессию. Надо брать свою профессию и делать свое дело. Тут же брать, брать и говорить слово. Вы знаете, в отличие от подавляющего большинства, тут хорошее слово, подавляющего, большинства своих коллег, музыкантов, вы сразу же официально, в первые дни официально выступили против войны, против агрессии России, против Украины. И вы создали, выпустили ряд антивоенных песен с красноречивыми названиями. Вот я себе выписал, поколение Z, гимн обреченных Гойдаорки, Назад Россия и так далее. То есть, скажите, пожалуйста, что вас побудило занять сразу такую антивоенную, антипутинскую и антироссийскую позицию? Ну, знаете, не хочу особо мудрствовать, потому что время на это уйдет. Я считаю, что это не антироссийская позиция, если говорить о том, что осталось хорошего в этой стране, а о том, что осталось нехорошего, я не хочу думать, приходится думать, потому что там много всего нехорошего, но как бы я не ради них и не для них. Ну, это на самом деле я немножко больше помудрствовал, не то чтобы я сейчас готов сидеть там и два часа на эту тему рассуждать. Если мы назовем эту позицию антироссийской, то ладно. Вот я поэтому в телефончике и рылся. У меня возникло желание, ну, как бы, ну да, возникло желание написать песню, потому что я считаю, что, извините, что я так делал, он за разу отключился. Значит, что меня побудило? Значит, позиция как таковая. Даже не знаю вообще, о чем могут быть какие-то вообще вопросы. Ну, то есть, ну, какой может быть вопрос, что, ну, как ты, извините, что я сейчас немножко мямлю. Значит, вот, я не знаю, насколько это весело. Это, это Ямайка. Это, открываем метаданные. Ух, плохо здесь камеры показывают. Видно, видно, хорошо. Какое число? Там должно быть 26 февраля. А, не вижу числа, да, не вижу. Ну, ну, короче, вот, вот, видите. О, вот так видно, да, 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 да. 26 февраля. И я причем это сразу хотел запостить, но Таня говорит, успокойся, доделай все. Вот, значит, это еще не готовая песня, она уже вот так, это я уже дома в Нью-Йорке. Пацан сказал, пацан сделал. О, что-то у меня не получилось, я встал. Вот, это, значит, смотрим метаданные, это 28 февраля. Значит, вот получается, что через два дня мы вернулись уже в Нью-Йорк-Сирию. Вот, ну и потом через какое-то время появляется, собственно, песня «Нам не нужна война». Вот, и я вообще был одержим идеей сделать это как можно, как можно быстрее. То есть, опять же, меня Таня удержала от просто, ну... От поспешности. От поспешности, потому что вот так вот, конечно, нахлопывая себя по грудкам там на Ямайке, вот, это, наверное, не совсем было правильно, но... И даже вот эта демочка, которую я потом отправил энному количеству российских артистов и в ответ получил в основном молчание... Тишину. Тишину, да. То есть это было то, что я хотел сделать. Я до сих пор являюсь... Ну, нет, я теперь уже не являюсь мечтателем, потому что практика, она показала то, что показала, но я считал, что совместный коллективный стейтмент очень важен в первые дни войны. И я до сих пор считаю, что, например, Украина, а это, собственно, и есть не то, что не например, то есть это то, что нас интересует, отнеслась бы по-другому к российскому обществу и к российскому... Как минимум к российскому музыкальному сообществу, которого, в общем-то, нет. Тем не менее, она отнеслась бы по-другому, потому что это был бы совместный стейтмент. А скажите, пожалуйста, что сейчас происходит, на ваш взгляд, вот в России? Как бы вы это охарактеризовали? Это состояние российского общества и российского государства? Это очень большой вопрос. И короткий ответ – не знаю. Разумеется, это неинтересный ответ. И, разумеется, мы стараемся понять, что там происходит. Но информация приходит оттуда противоречивая. Ну, или не оттуда, например. Я пояснил, что я имею в виду, говоря, не оттуда. Например, я не успеваю смотреть все, но Таня с большим удовольствием посмотрела интервью Олеси с Владимиром Миловым. А я имею честь тоже его знать. И как-то в ноябре ушедшего года за ужином у нас был просто дружеский ужин вместе. Он для меня тоже доносил эту мысль о том, что достаточно большое количество людей, большой процент, вот, очень серьезно настроен против войны. Я лично сразу могу сказать, что я с Владимиром согласен, мягко говоря, по нижней грани того, что он говорит. Мягко говоря. Но это важно. Он является специалистом. Примерно то же самое мне говорит один юрист. В целях безопасности его я не буду упоминать его имя, потому что он имеет, чтобы поделать хорошие, очень хорошие вещи, поделать время от времени на той страшной земле. Вот, но я имею в виду в тяжелой России. Он тоже говорит примерно то же самое. Совсем недавно я говорил с женой одного супермузыканта, которая недавно была в Москве. И я не хочу называть имя какого музыканта, просто потому что не хочу знать, что она время от времени ездит там. Я не знаю, я не лезу в их расписание. Конечно. Она мне сказала совершенно другую вещь. Просто совершенно другую. Какую? Она сказала такую вещь, что да, в каком-то смысле. И тут я с ней сто пудов. И это вообще наши с Таней споры. Я вам хочу сказать сразу. Таня у меня сверхоптимист. Ну, если не сверх, то оптимист. При полном совпадении взглядов вот у нас вот тут расхождение. Я абсолютно пессимист. Значит, что там происходит? По Москве. Москва не вся страна, мягко говоря. Но мы говорим... Это вообще не Россия. Еще раз скажите, что не Россия. Это вообще не Россия. Да. Но тем не менее я пока могу, к сожалению, оперировать только Москвой и так далее. Значит, там происходит следующее. Там происходит так называемое все в порядке. То есть они научились ездить. Ну, то, что научились. Ну, как я условно говорю. Они ездят на машинах китайского производства. Они как-то разобрались там с каким-то импортозамещением. Вот. Они как-то все себя ведут и улыбаются. И просто не затрагивают тему войны. Вот. Они как-то там... Говорит смешной очень элемент нынешней Москвы. Это то, что в центральной части Москвы GPS вообще никак не работает. Вот. И водители в основном там, ну, азиаты и так далее. Те люди, которые приехали, может быть, люди из... Я не знаю, откуда, в общем. Ну, то есть явно мягко там не москвичи. Вот. Ребятки там типа вешаются, потому что им навигировать по Москве сложно. Ну, в общем, какая-то вот такая Москва. Ну, как бы... Ну, то, что я знаю, то, что я слышу. Да, люди ходят в кафе, люди. То есть вот это... Я бы на самом деле дорого бы заплатил. Нет, дорого бы я не заплатил, потому что я не хочу ни за что платить. Просто не хочу. Мне впадало бы. Да, впадало платить. Но чисто, если бы можно было в шапке-невидимке там оказаться, просто позырить, просто реально позырить, это аттракцион, наверное, нормально. То есть именно... Ведь там же медведи по улицу ходить не стали. Там все... Все чин-чинарем. Там... И поэтому, когда я говорю вообще про Россию, про то, что там происходит... Опять же, позвольте мне слабость, я все-таки скорректирую, говоря про Москву. Это большая разница. Говорят, что в регионах там по-другому. Но в Москве все... У них все хорошо. Устрицы есть в ресторанах по-прежнему? Ну, вот не могу сказать, что прям устрицы-устрицы за это не отвечаю, поскольку я педанты люблю так аккуратненько ответить на вопрос. Но мягко, ну как бы условно говоря, да, я думаю, что нормально. Устрицы там присутствуют, да. Как вы относитесь к Путину? Ну, во-первых, я пытаюсь понять, он сам свой Путин, как говорят в детстве, вы или я мамина, или он все-таки коллективный. Больше я согласен, наверное, и не так много книжек прощал в своей жизни, но одна из них – вся кремлевская врать, вся кремлевская рать. Рать, да, Миша Зыгалин. Да, вот, с которым я имел честь познакомиться недавно, здесь уже в Нью-Йорке. Все-таки я больше склоняюсь, склоняюсь, не утверждаю, что это коллективный Путин. Вот. Ну, как бы лично, если к нему, вне зависимости от того, какой бы он был, какой бы он не был, я, наверное, так скажу, ну, я, ну, не стремлюсь дружить семьями. Ну, я вам это честно скажу, честно. То есть не по кайфу мне, не по кайфу мне. Я считаю, что этому господину надо было бы удалиться.